Всем доброго-доброго утра! Меня зовут Элина. Я сегодня хочу с вами собраться на работу, как обычно. Сегодня я хочу собраться на работу вот с такой палеточкой. Хочу сделать макияж в темных тонах, в холодных тонах, потому что зима уже, считай, что у нас проходит, наступает весна. Завтра уже, девочки, первый день весны. Всех поздравляю! Наконец-то, наконец-то вот она пришла, долгожданная наша весна. Ну, а я хочу макияж сегодня сделать в холодных тонах. Хочу, типа, сделать какой-то серо-коричнево-синий макияж в холодных тонах. Век я сначала оформлю вот этими двумя оттеночками. Уголочек глаза вот этот темно-темно-синий. Потом начну идти коричневым вот сюда затушевывать. Вот эти уголочки я положу вот этот светленький оттеночек. Потом у меня есть еще вот такие тенюхи лежат. Чей-то бренд? Неопознанный бренд, девочки. Серые тона. Вот такие тени, прям серые. Я хочу наложить как в качестве подложки эти тени, а сверху, сверху, слегка, чуть-чуть, наверное, нанесу вот этот блескучий оттеночек. Вот он очень такой красивенький, нежненький. Вот. Ну и нижнее веко, соответственно, я также пойду в такой же позиции. Но, наверное, на нижнее веко я, конечно, не так сильно буду наносить. Но несу вот этот коричневый, а потом, может быть, вот этим сереньким и растушую. Лицо я свое оформила, как всегда, вот этот мой любимый тональный крем. Это от Ева Мозаик. Хороший, спокойно увлажняющий тональный крем. Для возрастной кожи он подходит. Вы не смотрите на мою прическу, потому что я подстриглась, и челка моя стала бунтовать. Что-то ей не нравится, она постоянно куда-то так и хочет увильнуть в другую сторону. Ну, вот такая у меня челка. Так, и, конечно, я оформила, как всегда, прежде чем делать макияж. Кто впервые на моем канале, я всегда оформляю, ну, как бы карандашом вот эту мишлесничку. Потому что мне потом в дальнейшем очень комфортно и удобно наносить подводку. Либо вот я всегда в последнее время пользуюсь вот такой гелевой подводкой. Очень классно. Сначала карандаш, а потом уже сверху делаете стрелку. Очень удобно, быстро. Ну, мне нравится. Я просто уже так со студенческих времен оформляю стрелочку. Ну, что, девочки, приступим. Так, а что же я сначала хочу? Я сначала хочу припутать свое веко, как это я обычно делаю любой пудрой. Ну, вы уже знаете, что я под бровями никогда хайлайтер не наношу. Я всегда только делаю светлый акцент пудры. Потому что у всех глаза разные и расстояние от глаза до брови у всех тоже разное. Вы, конечно, видели. Вот у меня оно такое, как бы, среднее. Ну, может быть, даже и большое. А у кого-то небольшое, поэтому они как-то начинают под брови оформлять хайлайтер. Ну, это все зависит от строения нашего глаза. И поэтому, как кому удобно. И мне так неудобно. Я уже это знаю. И поэтому уже знаю свое веко. Как ему удобно, моему веку. Так, ну что, девочки, я пойду, наверное, вот с этого тепленького коричневого оттеночкой растушую. Вы знаете, я маленько расстроена. Мы же с девочками опять хотели пойти на концерт. Но, к сожалению, наш артист не приедет. Не приедет почему? Потому что не собрали зал. Вот, люди, наверное, сейчас после праздников не особо хотят развлекаться. В общем, недостаточное количество зрителей. И поэтому мы никуда не пойдем. Ну, ничего. Я зато, может быть, прекрасно время проведу. В те выходные я ездила к своим внукам. К внуку и к внучке. Поводилась с ними. Такие они уже растут. Как быстро растут. Уже внуку год и три месяца. А он уже баба, баба. Это так интересно. Вообще. Внучка тоже, Дианочка, уже вовсю разговаривает. Ну, в общем, у меня те выходные были посвящены с внуками. Так, ну что-то ты у меня так плохо растушевываешься. Да, вот сейчас надо самый кайф ловить, у кого вот есть маленькие детки. Потому что очень они быстро, очень быстро растут. И ты даже не успеваешь понянчиться. Мы живем, к сожалению, в разных городах, не вместе. Поэтому по выходным я только выходная бабушка. Мне приходится уезжать к ней. Так, ну что-то. Вот этот оттеночек, девочки, он такой пигментированный. Я даже боюсь. Наверное, я возьму не эту кисточку, а слегка другую кисточку. Такую нежненькую. И попробую наносить. Вот видите, вот макияж с такими темными оттенками очень-очень нетрудно с ними справляться. Может быть это... И поэтому вот иногда я базу наношу только в последнюю очередь, когда уже хочу на неподвижное веко нанести какую-то сверкалку. Потому что, видите, как вот я вот растушевываю, и мне сложновато работать. Ну, потому что я не визажист. Я просто делаю любитель макияжа и начинаю делать все по чуть-чуть. Я тоже визажист, и там знаю быстренько. Тем более тени пигментированные. Я боюсь сделать вот такие пятна, а потом идти смывать, мне же на работу собираться надо. Да, наверное, я тут очень долго буду тушевать. И очень... Чтобы как-то вот его сделать красиво и аккуратненько. Потом, наверное, пойду вот этим коричневым слегка. А, да, коричневым. Какая я. Видите, какая я. О, ничего себе, какая-то пигментация. Сейчас надо эту пигментацию как-то убирать. Хотя мне там многие пишут, что я делаю яркие макияжи. А еще пишут, так смешно, девочки, вы, наверное, работаете в борделе. Нет, я не работаю в борделе. Я работаю на телевидении. А, как правило, вы знаете, что там все приходят с яркими макияжами. Поэтому не надо мне писать чуши. Вы, наверное, не смотрите YouTube, к сожалению, или, наверное, так отсталы. Зайдите, посмотрите, какие сейчас делают макияжи. Девочки яркие и не девочки, и возрастные девочки делают все яркие макияжи. Вы, наверное, уже давно отстали от тренда. Поэтому мой вам совет. Сходите, посмотрите. По сравнению, мои макияжи, то, что делают девочки, это вообще. Ну, ладно, маленечко поругалась. И надо же, ведь мне как-то пыл свой на кого-то направить. Ну, ничего, пишите. Вы меня порой радуете. Вы показываете свою неграмотность. Поэтому пишите. Так, да что ж такое-то? Не могу, девочки, я никак. Тяжело, тяжело. Вот это все растушевывать. Еще разговаривать на камеру. Для меня это, чтобы не было никаких пятен. Вот видите, я вот тут слегка, тут слегка. Так, я нанесу помадку. У меня вот такая помада будет. Вот такая помада от Деваша. Что-то у меня какие-то губы. Вот прям смотрю на себя на камеру. Я такая бледненькая. Ну, вот уже как-то вид по-другому смотрится. Так, я сейчас наношу вот эту базу. Потом я нанесу вот этот серый оттенок на все неподвижное веко. Ну, конечно, уголочек глаза я оформлю светленьким оттенком. Ну, я вам показываю вот этот светленький оттеночек. И на все подвижное веко я вот это-то нанесу тоже блескучий, светлый, благородный оттеночек. Ну, и нижний веко, как всегда, просто коричневым оформлю, либо вот этим серым потом растушую. Ну, все, девочки. Я как-то вот хочу это все быстро собраться. Я же на работу собираюсь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok